В школе номер 11 проходит необычный урок. Вместо учителя его ведут представители студенческого спасательного отряда и МЧС России. Ребят учат спасать жизни. Нина Куприна – куратор студенческого спасательного отряда. Девушка признается, что ей везет оказываться именно в тех местах, где людям становится плохо. Поэтому первую помощь она оказывала много раз и часто видела, как очевидцы несчастных случаев проходят мимо пострадавших. У взрослых людей уже идет блок именно с точки зрения ответственности какой-либо административной, уголовной. А у подростков такого страха еще нет. У них именно идет страх то, что неправильно сделают. Но с этим можно бороться, с этим нужно бороться, и это правильно. Чтобы не бояться оказать первую помощь, нужно знать, как это делать. На подобных мастер-классах девушки делятся со школьниками опытом, а также дают возможность применить новые знания. Принцип трех П. Послушай, посмотри, почувствуй. Мы ухом послушали, глазами посмотрели, а вот щечкой почувствовали. Для этого мы голову запрокидываем, и можно даже рот приоткрыть, если он нажимает, как челюсть. И наклоняешься ухом другим. Ты как на грудную клетку досмотреть собираешься. Десятиклассник Александр Долгих уверен, главное не растеряться и не пройти мимо. Ведь в опасной для жизни ситуации может оказаться каждый. Самое сложное – справиться с волнением и трезво оценить обстановку. Сегодня он ощутил, что такое первая помощь не как зритель, а как пострадавший. Более точно узнал технику первой помощи оказания. Проект «Научись спасать жизни» на территории Сибири реализуют с прошлого года. Одна из самых масштабных акций проводится под эгидой МЧС России. «Обучение школьников первой помощи, потому что в нынешнее время это актуально, чтобы любой человек мог сориентироваться в какой-то сложной ситуации и оказать помощь близкому человеку, ну или человеку, оказавшемуся в чрезвычайной ситуации. У нас возраст разный, то есть это могут быть как старшеклассники, так и воспитатели, так и учителя». «Нам поступает много звонков от детей. Не все, конечно, вызовы являются ложными, да, такие факты были. Соответственно, мы реагировали на них. Ну и вообще в практике довольно много случаев бывает, когда подростки своевременно оказывают помощь, правильно ее оказывают, тем самым спасая жизнь». На занятия сегодня специально привезли роботов-тренажеров «Фантом-младенца». На них свои навыки отрабатывают спасатели. Школьники смогли сами попробовать спасти человека, который не может дышать по разным причинам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова